Ежегодно 25 октября отмечается замечательный праздник – Международный день школьных библиотек. Почему и зачем ребенку необходима книга? Что нужно делать, чтобы вырастить настоящего читателя? Ответы на эти вопросы и не только, несомненно, известны заведующей библиотекой Вольнинской школы Ирине Семеновне Пилипенко, которая подробно рассказала о том, как работают сегодня школьные библиотеки. Школьные библиотеки в образовательном процессе играют, наверное, не последнюю роль, потому что для образовательного процесса школьная библиотека – это, прежде всего, учебники. Если все дети обеспечены учебниками, у родителей нервная система спокойная, у учителей есть возможность не отвлекаться, знают, что дети все с учебным материалом, что все они в работе. Потом школьная библиотека – помощник классных руководителей, потому что сейчас очень много проводится мероприятий классными руководителями. Это и разговоры о важном, это и по профориентации. Потом еще новая должность в этом году появилась – советник по воспитанию среди молодежи. Ну, эта девочка теперь, она как бы, ну, не знаю, она, наверное, мне помогает больше, потому что часть моих, наверное, обязанностей на ее плечи легло – проведение массовых мероприятий. То есть там, где я раньше одна занималась, теперь она уже мне приходит на помощь. И точно так же я прихожу на помощь, если где-то какой-то материал нужно подобрать, если где-то какие-то, ну, книги, наглядный материал, то, конечно, бегут в библиотеку. И дети в библиотеку идут, и учителя идут в библиотеку. И родители приходят со своими вопросами. То, что касается учебников, то, что касается программ учебных, федерального перечня в основном – вот это вот школьная библиотека. Ирина Семеновна работает библиотекарем с 1986 года, отдавшей любимой работе 37 лет. Энергичный, трудолюбивый человек, настоящий профессионал, участник множества районных и областных конкурсов. Я участвовала в республиканском конкурсе создания информационно-библиотечного центра на базе школьной библиотеки. В общем-то, вот с этим проектом мы выступили в этом конкурсе. И от нашего района этот проект оказался, ну, наверное, самым, потому что, самым удачным. Потому что наша школа теперь преобразована в школьный информационно-библиотечный центр. По итогам этого конкурса наша школа получила компьютер, получила сканер, получила штрих-коды для маркировки учебников и книг, которые нужны для создания электронного каталога. Этот каталог постепенно пополняется и учебниками, и художественной литературой, и справочными материалами, и энциклопедиями, которые вот есть в базе Ирбиса. В общем, эта работа ведется в планах, конечно же, создания, расширения возможностей школьного информационно-библиотечного центра в каком плане, чтобы дети могли более полноценно получать информацию, чтобы учителя могли эту информацию получать. В общем-то, прикладываю усилия и стараюсь, сколько у меня получается. Ирина Семеновна – добрый, чуткий, общительный и отзывчивый человек. Благодаря своей настойчивости в достижении цели, она по крупицам собрала материал по истории села и сельской библиотеки. Сейчас очень много мероприятий проводится, потому что праздники, ну, практически каждый день какой-то то юбилей, то праздник, какая-то знаменательная дата. Все эти мероприятия, когда я сама провожу в классах, когда вот Вероника Витальевна мне помогает, очень много девочек. Значит, это Сланбековна, это наш зауч по воспитательной работе, Джанета Заурбеевна тоже. Вот все это проводится, но я люблю, например, вот знаете, какие мероприятия, посвященные войне. Вот здесь вот у меня выставка оформлена, здесь вот и венок славы, эта литература собрана о Великой Отечественной войне по периодам, начиная от битвы за Москву и заканчивая Победой. Также здесь вот есть литература о детях-героях. Потом у меня там есть папочки, где собраны презентационный материал о детях-героях. Также вот такие же книжечки делала из книги «Дети-герои». Электронная книга у меня есть в компьютере. Там очень хороший материал, дети это видят, дети это читают, дети об этом сами рассказывают, потому что этот материал раздаем, и дети рассказывают о героях. Также еще проект, я участвовала в конкурсе в республиканском на тему «Мое село Вольное». И вот я сейчас начала собирать материал во всех событиях, и исторических, и современных. И вот здесь вот у меня выставка из-за спины «Моя малая родина». Там в папках весь этот материал собирается. И уже папочку сделала о нашем памятнике. Детям тоже это наглядный материал, который они могут посмотреть, который они могут прочитать и используют в сочинениях о своем селе. Также вот к памятным датам, посвященным Великой Отечественной войне. Ирина Семеновна быстро и качественно выполняет запросы пользователей библиотеки. Вежливо, тактично, находит общий язык с читателями любого возраста, особенно с детьми и их родителями. Активно работает по привлечению новых читателей. Вот сейчас наша библиотека как информационно-библиотечный центр. И вот появилась у меня техника, компьютер и ксерокс. И вот это дает мне возможность, вот посмотрите, делать самые книжечки. То есть я нахожу материал в интернете, я их распечатываю. Поэтому детки могут прийти. И даже мы такие сказки, например, даже по запросам, вот нет у меня сказки такой, я могу ее найти, быстренько распечатать. Это вот совсем недавно мы проводили мероприятие, посвященное юбилею Бориса Захадера. И вот детки вот такие вот книжечки всем деткам раздавали. И просила еще сделать их им, их просила сделать иллюстрации. Но вот эта девочка решила раскрасить обложку. Детки еще работают с этими книжечками. Но вот тут вот чистые странички. Вот здесь вот можно текст прочитать, свою иллюстрацию нарисовать. Это очень нравится детям. Они все всегда с удовольствием этим занимаются. Потом еще мы вернулись к литературным гонкам. Вот сейчас я вам покажу. Сейчас вот проходит месячник в школьных библиотеках. И мы подводили итоги этого месячника в начале октября. Дети получали буклетики с заданиями, со списком литературы, которые нужно было прочесть. И в течение лета они читали эти книжки. Они заполняли читательские дневники. То есть рисовали иллюстрации. В итоге мы подвели, победителей наградили. Но это у нас уже не первая акция такая. Основные направления массовой работы, которым Ирина Семеновна отдает предпочтение – патриотическое и экологическое воспитание, формирование здорового образа жизни, воспитание читателей на лучших традициях народной культуры. Все ее мероприятия отличаются высоким профессиональным уровнем, актуальностью и эффективностью. Ирина Семеновна отдает.